Всем большой привет и добро пожаловать в мое новое парфюмерное видео. Сегодня я хочу для вас и для себя начать цикл рассказов про ароматы, выпущенные 10 и больше лет назад, которые у меня были и которые я решила повторить. Я думаю, вам будет интересно. Пишите, пожалуйста, в комментариях под видео, по каким ароматам вы так же, как и я, соскучились и спустя 10, даже может быть 15 лет, опять же, их повторили. А я, в свою очередь, хочу сказать, что самые выгодные покупки, которые я делаю, можно осуществить в интернет-магазине «Рандевул», потому что там самые большие скидки, акции, распродажи. Всегда к вашим услугам мой блогерский промокод «10 Тверская», который дает вам скидку на 10%, суммирует со всеми скидками и акциями на сайте и действует при покупке о 2500 рублей. Также у меня для вас еще одна интересная новость. Сегодня утром я проснулась. Слава богу, с котятами хоть сегодня немножечко выспалась, потому что у меня все вот эти 11 дней буквально бессонные ночи, как наша кошка Лесенька родила. Как-нибудь я вам покажу, как там все устроено. Пока просто она такое место выбрала для котят, что их особенно и не поснимать в темной дырке своей когтеточки. Ну, в общем, так она решила, я там все оборудовала и так далее и тому подобное. В общем, утром я сегодня выспавшись, в хорошем настроении, открыла интернет-магазин «Рандевул», то есть их сайт на компьютере и увидела прекрасную новость, что сейчас с 17 по 19 число действует очень интересная акция. То есть скидка до 40% на все миниатюры, то есть не на пробники, а именно на миниатюры, то есть фирменные миниатюры парфюмов. Ну, смотрите, да, как это найти. То есть вы заходите в интернет-магазин «Рандеву» в раздел «Парфюмерия», там выбираете пробники и миниатюры, вам сразу вылезет список пробников и миниатюр, а вы отсортируете по величине скидки. И сразу вот минус 40%, максимальная скидка, вам появятся все вот эти вот миниатюрки, чего там только нет. И экс-ниила, и, в общем, и люкс, и ниша. Я подумаю, может быть, тоже чего-нибудь себе закажу. Ну, что страшновато покупать вслепую в большом размере. А может быть, туфельку Каролина Эрера такую маленькую закажу, потому что она у меня была сколько раз уже, я от нее избавлялась. А вот от маленькой такой прекрасненькой туфельки, которая будет украшением, наверное, полочки, да, ну, по крайней мере, шкафчика, потому что с полочки-то у меня кошки могут его уронить. Ну, вот все, что-то покупаю, продаю туфельку, но она у меня сидит в мозгу, это значит, что рано или поздно я ее опять себе офлаконю. Также, мои хорошие, не забывайте про мой авторский аромабокс, который создан в коллаборации с интернет-магазином Рандеву. То есть я полностью собирала этот аромабокс, согласовывала вот это вот прекрасное нежнейшее оформление. Посмотрите, какие тут классные парфюмы. Ой, тут и Нишанэ, и Монталь, и Экс-ниила, и Ниццо. В общем, что тут только нет. Вот, познакомьтесь поближе. Сейчас тоже на этот аромабокс прекрасная цена, скидка минус 35%. Сейчас аромабокс стоит со скидкой 2600 рублей, что очень бюджетно. Ну и к тому же не забывайте, пожалуйста, применять мой промокод 10 Тверская. Ну, вы все понимаете, почему нужно применять этот промокод обязательно. Потому что если вы покупаете, считаете, что это дешево за 2600, да, этот аромабокс не считаете нужным и обязателем для себя применить мой промокод, то, ну, для меня это оборачивается не очень приятным образом, потому что засчитываются только продажи моего аромабокса в мою пользу, где вы применили, собственно, мой промокод. Просто копируете, вставляете, и все, скидочка вам рассчитается. Тут сейчас 2600, то есть мой промокод действует от 2500, поэтому скидочка обязательно для вас будет, и будет очень приятная покупка. Порадуйте себя прекрасными ароматами, и порадуйте, поддержите, так сказать, вашего любимого блогера Олечку. Я, в общем, очень старалась, и надеюсь, что, может быть, еще когда-нибудь с интернет-магазином и рандеву будет такая коллаборация, потому что у меня сейчас накопилось в голове, да, и в парфюмерном шкафу еще огромное количество таких парфюмов, которые бы я также добавила еще в один такой вот аромабокс. А теперь, собственно, приступаем, да. Смотрите, что я держу в руках. Вот такая белоснежная коробочка, целых 100 миллилитров, и это не что иное, как Труссардидон на 2011 года выпуска. Вы, многие, да, особенно хейтеры, которых я нещадно, кстати, блокирую, можете написать, фу, как ты можешь после использования махровой ниши пользоваться каким-то люксом, который, ну, по отзывам, да, не по отзывам, а по представлению, чуть ли не граничит с масс-маркетом. Но нужно смотреть в первую очередь не на бренд, а на парфюмера, который создал ту или иную парфюмерную композицию. Итак, парфюмер, который своял, да, вот этот Труссардидон на 2011 года, это Натали Лорсон. Давайте посмотрим ее огромный послужной список. И что же мы там с вами увидим? Там очень много моих любимых ароматов. Например, Блоссом Лав Амуаж, да, для Амуаж она сделала очень много парфюмерных композиций. Лав Тубероза, Лилок Лав, например. Также возьмем вот эту бутиковую премиальную линейку бренда Ланком. Там тоже много ароматов, которые мне нравятся, вышли из-под пера этого автора. Например, Ирисовое драже, Пететер и еще множество, да что там далеко ходить. Сверх мегапопулярная лимитка, Клубничная императрица Дольче Габбана тоже вышла из-под ее пера. А также Блэк Опиум, который я обожаю и все фланкеры. До чего только она не создала. Главное, что она компонует парфюмерные композиции, которые в моем ключе, в моем вкусе и сколько бы ни стоил парфюм 10, 15, 20 тысяч, которые она создала. Практически 100% гарантия, что попадет прямо в точку. Даже от Нины Ричи какой-то фланкер. Яблочко она сделала, в общем, поработала на славу и работает до сих пор и для люкса, и для ниши. В общем, замечательно. Почему именно на рандеву я приобрела эту парфюмерную композицию? Да потому что, естественно, я помониторила. Я давно хотела этот аромат. Он у меня был лет 7, наверное, назад, в 30-ке. Покупала его где-то, наверное, в Ле Туале или в Ревгош. Было очень дорого даже, да. По тем временам сейчас этот аромат уже не столь дорогой. Но меня останавливало то, что в этом году и в прошлом многие парфюмерные блогеры прям неистово про него говорили. А у меня тоже бывает такой момент отрицания. Вот все говорят, все говорят, я сейчас тоже куплю, я сейчас тоже расскажу, и вы будете меня порицать. Почему? Все рассказывают про одно и то же. Тем не менее, потестировать этот аромат не составляет никакого труда. Он сейчас есть во всех федеральных сетях. Но разница такая, что, например, в том же Ле Туаль, он даже со скидкой 40% обойдется чуть ли не в 7 тысяч. Тогда как полная цена его, о-хо-хо, почти как ниша, около 12 тысяч рублей. Поэтому я прикинула, сопоставила все за и против. И, конечно же, заказала этот замечательный парфюм на рандеву. Потому что сейчас за товарную версию там просят 5100 с чем-то, да, с копейками рублей. Я применила 10 Тверская, рассчиталась скидка, получилось вообще сверхмега приятно. Но не забывайте, что там на рандеву есть все объемы этой парфюмерной композиции, в том числе тестерной версии, которая обойдется вообще в 4 тысячи с чем-то, точно не помню. Ну что, я уже распаковала все выходные, походила в этом парфюме и, ну, пожалела, да. Почему же я раньше от себя не купила моя прелесть? Вот такой вот белоснежный флакончик, он как будто бы керамический, тут по бокам вот такие вот золотые вставочки. Кстати, в моей тридцаточке таких вставочек не было. Очень тяжеленькая такая металлическая крышечка, приятно держать в руках. Конечно, да, флакончик очень большой, при этом он эргономичный. Его, ну, вряд ли положат в сумочку, потому что маешь вещь, он тяжелый, но всегда можно сделать какой-нибудь отливантик. Парфюмерная композиция очень-очень приятная. Она фруктово-цветочная, сейчас уберу, чтобы не шебуршались волосы от микрофончика. Она фруктово-цветочная. И здесь вот очень выверена вот эта парфюмерная пирамида, составляющая между нежной, сливочной, кремовой, бело-цветочностью. А здесь, например, белый цветок жасмин, которого я не очень не слышу. А также здесь мультифруктовая корзинка, среди которой я слышу в основном клубнику, купающуюся в сливках. Клубника это не одна, потому что здесь можно различить и нотки манго, маракуи, даже где-то малина и ананас. Очень приятно. Причем это не отдельные вот такие отдельно стоящие, висящие, да, ягодки, а именно которые сливочные. И сливочная здесь, я бы не сказала, что она такая гурманская, хотя действительно этот аромат очень вкусно пахнет. Она больше такая косметическая. Это кисло-сладкая парфюмерная композиция. С утра я ее сегодня нанесла уже, после душа пахнет невероятно приятно. Вы знаете, и фруктовость, и цветочность, и какая-то нежность. Я знаю, что здесь еще также для пущей нежности заявлен цветок лотоса. Не знаю, как пахнет лотос, но я думаю, именно он придает сливочность. Также в пирамиде заявлены пачули. Но пачули я почему-то абсолютно не слышу. Я думаю, тут вообще пачули добавлено для яркости и небольшой колкости, да, и, не знаю, свежести парфюмерной композиции. Потому что обычно пачули приземляют немножечко парфюмы. Тут такого ничего нет. Я думаю, тут вообще минимальные пачули, потому что, ну вот, в слепом затесте я бы существование этой ноты в парфюмерной композиции даже не могла бы распознать. Но очень вкусно. Вот прям, знаете, постоянно хочется подносить нос к месту нанесения. К тому же это очень шлейфовый парфюм, и поэтому комплиментарный. Комплиментарный, потому что он приятно пахнет, очень женственный. И пахнет, как это многие порицают, нельзя так говорить, но он пахнет именно вкусненько. При этом, несмотря на свою такую довольно-таки бюджетную цену в интернет-магазине Рандву, пахнет он абсолютно недешево. Пахнет он даже получше некоторого люкса, потому что здесь не вылезает какая-то мускусная неприятная база. Но вообще в ароматной пирамиде, по-моему, и мускус-то не заявлен. Может быть, вот пачули здесь выступают как закрепители, да, вкуса и аромата. В общем, очень позитивный, приятный парфюм. Он наносибельный в любое время года, как летом, так и зимой. Летом он абсолютно не будет душить, потому что вот есть вот эта вот свежесть, кислинка. Даже вот эта мультифруктовая корзинка, такая персиково-абрикосово-малиново-ананасовая, мангово-клубничная. Она сдобрена очень хорошо еще и мандаринами, и цитрусами, какими-то апельсинами. Такой вот свежинкой, легкой водностью, акватичностью, скорее всего, которая придает действительно цветок лотоса. В общем, пахнет очень приятно. Вот у меня, наверное, у последней всех блогеров крайне, да, дошла очередь все-таки приобрести эту парфюмерную композицию и наслаждаться ей. И вот тоже, знаете, мало ли что там говорят блогеры. Если вам что-то хочется, не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня, покупайте и пользуйтесь. Потому что, ну, вот где-то те парфюмерные блогеры мифические, они живут далеко в других городах. Я живу в своем городе, где я один парфюмерный блогер, и я буду пользоваться, и пахнуть хорошо, и радовать окружающих, и сама буду довольна. То есть никогда не ориентируйтесь как-то на чужое мнение, имейте свое мнение, свое представление о реальности. И вот мне уже сколько лет, да, и я вот все до сих пор дохожу до такого представления о жизни, и это каждый раз делает нас счастливее. Итак, мои хорошие, пишите мне, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете про этот парфюм. Я думаю, многие с ним знакомы, я думаю, у многих он есть. А на этом я завершаю это видео. Спасибо, что смотрите, спасибо, что подписываетесь. Я вам говорю всем пока-пока, всех целую, и до скорых новых встреч, конечно же, еще увидимся.